Mayday, Mayday, SOS, abort mission, help! Oh my god! А так все хорошо начиналось. Волосы у меня тоже сегодня решили жить своей жизнью. Я перед началом съемки их полчаса укладывала вот так вот, а они решили, что нет, мы хотим быть вот так вот. Ладно, фиг с вами. Всем привет! Сегодня мы с вами будем делать макияж, который вы сейчас видите на мне. И на самом деле в этом видео просто будет рекордное количество косметики. Сейчас перед моими глазами просто горы декоративной косметики и ухода. Обо всем об этом я вам сегодня расскажу. Много из этого я вам покажу в действии у себя на лице. И сразу предлагаю приступать, потому что скорее всего видео будет длинным, из-за того, что очень много всего. И давайте приступать. А начнем мы сегодня с вами не с глаз, а с лица, потому что у меня есть вот такой вот праймер в форме спрея. И логичнее всего его наносить первым, потому что потом на уже готовый макияж глаз я не думаю, что будет хорошо. Короче говоря, попался мне вот такой вот праймер в Natina. Это Catrice Energizing Prime and Care Spray. Написано, что он оживляет кожу. И в составе здесь заявлен грейпфрут, киви и витамин С. Внешняя упаковка меня очень привлекла, но я, к сожалению, нигде не могла найти состав, поэтому пришлось заказывать и уже как бы вживую с ним ознакомиться. И я, честно говоря, очень боялась, что будет, как обычно, какая-то фигня с кучей спиртов и прочие всякие бяки и гадости. Но, но, на удивление, состав здесь реально нормальный. И все вот эти экстракты заявленные не где-то там в самом-самом конце, знаете, там полкапельки, а очень так даже высоко в составе, поэтому меня этот праймер прям очень сильно удивил. Что касается его свойств, приятный праймер, вот я бы описала его действия как тоник. Вот как после нанесения тоника лицо немножко освежается, как будто слегка так увлажняется, вот то же самое происходит и после применения этого праймера. А для глаз у нас сегодня с вами палетка Анастасия Беверли-Хиллз Салтри, или скорее ее бюджетный аналог. Это палетка OW7, которая называется Седусть. И эта палетка явно была вдохновлена именно Анастасией Беверли-Хиллз, потому что оттенки совпадают вот прям один в один полностью. И вообще, в принципе, у W7 есть абсолютно все аналоги палеток Анастасия Беверли-Хиллз, по-моему. Ну, по крайней мере, вся их обычная линейка, не лимитная. Я вообще хотела заказать аналог палетки Soft Glam, но эта палетка очень долго уже распродана, и не получается у меня все никак ее заказать. Я думаю, ладно, попробую Салтри, потому что это для меня немножко нетипичный выбор. Здесь оттенки более холодные или нейтральные. Я уже раз в пять пробовала краситься с помощью этих теней. И что в целом могу сказать? Тени, вы знаете, действительно неплохие. За свою стоимость это потрясающая палетка, но я видела огромное количество обзоров в интернете в стиле типа Анастасия Беверли-Хиллз за три копейки, или там суперкрутой аналог и так далее. Я, честно признаюсь, я не считаю, что вот эти палетки это прямой аналог Анастасии Беверли-Хиллз. Да, вы получаете в принципе ту же гамму, и это, наверное, единственное, что вы получаете, потому что тени Анастасия, я считаю, одни из самых лучших на рынке, и с ними очень приятно работать. Это действительно тени, которые беспроблемные. То есть вы делаете макияж, и вот весь процесс вам доставляет удовольствие. Ну, по крайней мере, у меня именно так. Что касается W7, то хотя в зависимости от ваших умений вы можете достичь того же результата, как и с Анастасией, но вот этот процесс достижения этого результата будет немножко другим, возможно, более проблемным, и немножко более длинным. Я однозначно могу сказать, что если вам нравится именно гамма эта, и вы бы хотели примерить ее на себя, тогда нет смысла брать Анастасию, вы можете взять и вот такую вот палетку, и мне кажется, вы останетесь довольны, потому что качество действительно очень классное, особенно учитывая вот эту вот стоимость. Но если вы хотите купить именно классные, насыщенные, беспроблемные, очень приятные в работе тени, то вы не замените их вот этой палеткой. Вам все-таки придется раскошелиться и купить Анастасию. Поэтому однозначно могу сказать, что вот эти вот все видео, где сравнивают эти палетки и говорят, что это прям прямой аналог, и абсолютно нет никакой разницы, я понимаю, как они создаются, потому что эти видео очень кликабельные. То есть для блогера это видео потенциально просто сулит очень много просмотров, поэтому и создаются такие видео в основном таким образом, что все подстраивается так, чтобы реально казалось, что это одно и то же. И возможно, блогер не показывает прям все шаги, и если на стороне там Анастасия Берли-Хиллз, например, делается там 3 движения кистью, то на стороне W7 будет делаться 33 движения кистью, но при этом как бы результат потом на камеру будет очень похож. Поэтому лично я воспринимаю эти видео более как хайповые такие, которые направлены на такой вау-фактор, чтобы моментально вас впечатлить. Но тем не менее, мое мнение вы услышали, и как бы там ни было, у меня, как и у всех остальных, субъективное мнение. Но если вы к моему мнению прислушиваете, и часто для вас мои советы оказываются полезными, то я думаю, в этот раз тоже вам стоит прислушаться. Еще один минус этой палетки конкретно для меня в том, что гамма все-таки не моя. Оттенки слишком холодные, и такие, которые создают какой-то замученный вид у меня. Может быть, опять-таки, это мой субъективный взгляд на себя со стороны, но мне вот так вот кажется. Поэтому, примерив эту гамму на себя, вот Анастасию мне совершенно не захотелось после этого покупать, и еще больше захотелось попробовать софт глэм. Итак, макияж мой готов, и что я могу вам сказать в заключении? Вы знаете, мне нравится качество макияжа, мне нравится сам макияж, мне нравится, что получается, в принципе, с вот этой вот палеткой. И если вам нравится эта гамма, то я вполне могу вам ее рекомендовать, особенно если вы не хотите тратить деньги на Анастасию, и хотите что-то подешевле. Но в то же время не занимайтесь самообманом, это не то же самое, что Анастасия, но в целом какие-то образы у вас будут просто получаться похожими на те, которые можно сделать с палеткой Salty. Лесницы я уже накрасила, и вообще по плану у меня сегодня было использование вот этой вот туши от Avon. Это новая тушь 5-in-1 Lash Genius. И единственное, что меня остановило от использования этой туши, это ее гигантская просто щеточка, которая реально по размеру больше, чем мой глаз. Я не представляю, как подступиться к своим маленьким глазам и к своим коротюсеньким ресницам вот такой вот огромной щеткой. Поэтому, если вы фанат больших щеточек, и вам в целом нравятся туши Avon, вот можете заценить вот эту, она у них только недавно вышла, но я, к сожалению, никак ее не могу прокомментировать, потому что я просто-напросто даже не смогла ей воспользоваться. И еще хочу тоже упомянуть новую подводку от Avon. Это подводка из линейки Mark, и называется она Whip Into Shape To Eyeliner. У меня это конкретно синяя подводка, оттенок называется Get Inked. И прикол этой подводки в том, что с одной стороны это фетровый аппликатор с цветом, а с другой стороны это такой же фетровый аппликатор, но со средством для снятия макияжа. То есть, если вы делаете стрелку, где-то допустили ошибку, или где-то, может быть, чуть кривенько получилось, то вы другой стороной можете перевернуть, и вот так вот удобненько, как бы в теории, подтереть это все. Что хочу сказать, подводка в целом неплохая, цвет красивый, я эту подводку использовала уже в макияже, засняла тоже процесс нанесения, поэтому взять на вам его покажу. Все в принципе с ней хорошо, за исключением одной вещи, она въедается в веки. Я с голубыми стрелками после того макияжа ходила два дня, и под конец второго дня, когда я уже на второй день смывала макияж, тогда только мне удалось уже стереть ее со своих глаз. Что касается стороны с этим как бы ластиком, я ради эксперимента попробовала попользоваться, да, можно потереть. Единственное, по моему опыту, вот эти вот штуки недолговечные, то есть они либо быстро пачкаются, то есть из-за того, что вы подтираете какой-то цвет, сам аппликатор тоже пачкается в этот цвет, и рано или поздно потом тоже начинает как бы пачкать века, помимо того, что еще и стирать какие-то участки. И еще один минус заключается в том, что так как это двухсторонний продукт, и обычно подводки желательно хранить кончиком вниз, то какой-то из кончиков у вас в теории будет пересыхать. Еще одна новинка от Avon это бронзирующие капли. Называется это Glow Drops. У меня это оттенок, который называется Bronze Wipes. И как видите, этот продукт действительно бронзовый. Вот прям бронзовый-бронзовый. Если вы хотите превратиться в бронзовую статую, то вам вот сюда, потому что на самом деле оттенок, я не знаю, то ли он просто не подходит для светлых тонов кожи, потому что ну это вот прям настоящий бронзовый цвет, который, знаете, очень красиво на глазах бы, например, смотрелся. Вот так вот, мне кажется, вам хорошо будет видно. Но на скулах я не уверена, насколько это актуально. Сегодня мы с вами попробуем нанести до тональной основы, потому что поверх тона я точно уверена, что это будет смотреться плохо. Вот до тона, возможно, это создаст какой-то бронзовый эффект, какую-то светотень, которая потом будет красиво смотреться, даже без использования контурирующих продуктов или бронзера. Поэтому давайте попробуем. Так, единственное, мне нужна кисть для этого, которую у меня тут нет. Момент. Я нашла вот такую синтетическую кисть от MSQ. Думаю, она нам отлично подойдет. И набирать, я думаю, я буду с руки вот таким вот образом. Сначала хорошо это все распределю по кисти, а потом как бы тонким слоем по лицу. Меня всегда, если честно, такие манипуляции очень пугают. Вы знаете, вот Тати в последнее время полюбила вот это контурирование до нанесения тона. И каждый раз, когда она его начинает делать, кажется, что это просто совсем беда. Но потом, в конечном итоге, все получается у нее красиво. Вот, может быть, в нашем случае это тоже будет такой вариант. Ну, по крайней мере, давайте скрестим пальцы. Я на это очень надеюсь. И помогу себе еще спонжем дополнительно, потому что не совсем я довольна результатом с кистью. Ну, не знаю. Честно говоря, мне это больше похоже на какой-то бронзовый синяк у меня на скуле. Ладно, давайте уже делать с другой стороны тоже, потому что уже никуда не деться с подводной лодки. А в качестве тона я сегодня буду использовать новую тональную основу, тоже от Avon. Она называется Power Stay и стойкость, судя по всему, заявлена 24 часа. То есть, у меня такое подозрение, что это что-то ближе к матовой, пудровой такой формуле. Оттенок у меня Light Ivory. Обычно, кстати, тональные основы из линейки Avon True очень мне нравятся. Вот у меня есть две тональные основы от Avon. Вот они, кстати говоря. Вот это и вот это просто потрясающие тональные основы. Они очень бюджетные. Это, наверное, самые дешевые тональные основы, которые есть у меня в коллекции. Но основываясь на то, что они у меня в коллекции есть, после многочисленных чисток, можно сделать выводы, что действительно они классные. Вот это более такая увлажняющая, светящаяся. Вот это вообще такая тоненькая, ее абсолютно не видно на лице, но при этом она более натуральный финиш имеет. Потрясающие просто тональные основы. очень мне нравятся. Если вам действительно нужна супер бюджетная тональная основа, вот обратите внимание на Avon, даже если вы никогда ничего не заказывали по каталогам. А перед этим я еще советую вам посмотреть обзоры на эти тона. Я их оставлю вам в описании под видео. На оба у меня есть с макросъемкой, со всеми делами. Текстура у него немножко плотноватая, но все равно такая бегущая, то есть классический такой именно тональный крем. Ну, кстати, то, о чем я вам и говорила. Бронзовый синяк мой перекрылся сейчас, но осталась такая якобы естественная тень, которая вот в таком вот формате выглядит очень даже и неплохо. А что касается этой тональной основы, то, как мне кажется, это очень достойное дополнение линейки Avon True, потому что у них в этой линейке, насколько мне известно, ранее не было вот таких более матовых, пудровых, стойких текстур, а вот этот тон именно такой. Также у него очень хорошее покрытие, я бы сказала, что выше среднего, и его можно также и наслаивать. В целом, очень и очень симпатично, пока что у меня к нему претензий абсолютно нет. Станет ли этот тон моим личным фаворитом? Ну, скорее всего, нет, потому что просто-напросто такие текстуры не совсем подходят моему типу кожи. Я вам показывала предыдущие две, вот они более увлажняющие, светящиеся, такие сияющие, вот они идеально подходят для моего типа кожи. На вот эту тональную основу я советую обратить внимание тем, у кого комбинированная или жирная кожа, вот вам, скорее всего, вот такая вот пудровая матовая текстура понравится. И отдельно еще хочу отметить оттенок Light Ivory, просто, на мой взгляд, потрясающий, не рыжит, не желтит, не розовит, вот абсолютно красивый, нейтральный оттенок для светлых тонов кожи, идеально подходящий. Настала очередь бровей, я уже их заполнила карандашом от Debalm, который я вам недавно показывала, и гель хочу использовать новый, от Catrice, называется он Brow Idol, здесь написано, что он и водостойкий, и потоустойчивый. Я себе взяла оттенок номер 20 Dark Brown, у него вот такая вот малюсенькая силиконовая щеточка, единственное, набирает она очень много этого геля, если вот так вот хорошенько не счистить, есть очень большая вероятность того, что вы себе испачкаете все, что только можно, но не брови. И, кстати, гель этот достаточно темный, вы видите, да, он сразу начинает тонировать, помимо того, что просто укладывать волоски, и эффект, и эффект от него достаточно сильный, я бы даже сказала, что немножко перебор. на вот этой брови особенно, я немножко так запачкала даже кожу, сейчас попробую это немножко прочесать, чтобы исправить ситуацию. Ну да, вы знаете, это больше такой именно лак для бровей, то есть, если вам нужно поставить ваши брови вот так вот, и чтобы они вот так вот и стояли, то можете попробовать Катрис, минусы я вам описала, это то, что щеточка немножко такая проблемная, можно испачкаться, и вот я вот даже сейчас вот двигаю бровями, и прям такое впечатление, что у меня на них клей, то есть, они так конкретно схватились, и самое последнее, что нам осталось нанести для завершения этого макияжа, это что-то на губы. У меня два продукта есть для губ, первый от Avon, и сначала я хочу именно его продемонстрировать, это тоже новинка из линейки Avon True, называется Nourishing Lip Oil, у меня это оттенок Blossom, но вообще, на самом деле, мне кажется, абсолютно все равно, какой оттенок вы возьмете, потому что это масло для губ, и на губы оно наносится прозрачно. Вот это масло просто восхитительное, это настолько приятное ощущение на губах, особенно, когда у вас губы пересушены, вот вы наносите это, и сразу такой кайф-кайфович, ваши губы как будто прям расправляются под слоем этого масла, мне очень понравилось, конечно, это не тот продукт, который заменит вам помаду, для меня это скорее более ухаживающий продукт, чем декоративный, и вот на каждый день, когда мне просто что-то хочется нанести для комфорта, вот тогда я беру вот это масло. Но еще, я думаю, его можно использовать как блеск для губ, единственное, не с какой-то жидкой матовой помадой, потому что из-за того, что это масло, помаду оно может разрушать. А второй продукт для губ не менее комфортный, это вот такое вот масло для губ от Catrice, называется оно Dewful Lips Conditioning Lip Butter, и оттенок я себе взяла 40-ый Do You Care. Очень мне тоже понравилось это масло, вот это почти то же самое, что предыдущий продукт, только вот это ближе к такому классическому блеску, который имеет еще и цвет. Но в то же время, как видите, цвет тоже не плотный, а такой полупрозрачный, но в то же время гораздо более очевидный, чем от масла от Avon. С макияжем мы закончили, но перед тем, как я с вами попрощаюсь, я хочу вам рассказать еще о новинках Avon, потому что мне пришло несколько пиар-рассылок подряд, и очень много у них появилось новинок, в том числе и есть интересные, поэтому я хочу вам о них рассказать, чтобы вы тоже имели их в виду. Первую пиар-рассылку я еще почти не трогала, потому что она буквально вот пару дней назад ко мне пришла, и я просто в шоке, вообще зацените вот эту пиар-рассылку, я когда открыла коробку, причем я живу не в Киеве, это все доставляется транспортной компанией, я когда открыла коробку, я просто обалдела от этого вида, вот это, честно вам признаюсь, идеальная пиар-рассылка, особенно для такой клячи, как я, которая постоянно болеет, мне витамин С совершенно не повредит, и все это приурочено к тому, что у них вышло два новых средства с витамином С, это сыворотка для лица с витамином С, максимальное сияние, и также капсулы для лица, максимальное сияние, здесь 12 капсул, лично меня очень сильно заинтересовали вот эти капсулы, потому что я здесь заглянула в состав, и состав меня впечатлил, потому что на первом месте здесь диметикон, то есть силикон, а на втором месте уже витамин С, давайте вместе сейчас распечатаем, посмотрим, вот как все это выглядит в серединке, вообще смысл этих капсул в том, что вы берете вот одну вот такую вот капсулу, и добавляете ее содержимое в ваш обычный какой-то увлажняющий или питательный крем, которым вы пользуетесь, ну или днем, или вечером, и можно этим пользоваться несколько раз в неделю, потому что действительно средство концентрированное, то есть это концентрированный витамин С, я вообще огромный фанат витамина С, я считаю, что это классное средство для лица, это и омолаживающий эффект, в том числе витамин С классно подходит для тех, у кого проблемы с пигментацией или с сосудистой сеточкой, в общем-то классная штука, обязательно хочу попробовать, и кстати вот такие вот капсулы это отличное решение для того, чтобы сохранить витамин С, чтобы он не портился, потому что витамин С нестабилен, и часто бывает, когда его добавляют в обычные кремы, сыворотки, то его действие очень быстро выветривается, скажем так. Так, еще у меня здесь вот такой вот огромный пакет, давайте быстренько расскажу, что еще в нем. А здесь у нас с вами новая линейка от A.Von, судя по всему, для волос, которая называется дисциплина волос. Здесь шампунь и бальзам из этой серии, и также сыворотка и идеальная прическа до трех дней. Может быть, как раз надо было мне попробовать, чтобы волосы мои сегодня были более дисциплинированными, и вот эту вот фигню не делали. Еще тоже вышел новый парфюм из линейки E.V. Mendes, который называется Duet, это конкретно Duet Contrasts. Также у них вышло две интересных сыворотки, одна из них это сыворотка уход с концентратом гиалурона, здесь полтора процента гиалуроновой кислоты, и я вот обожаю, когда бренды указывают процент активного вещества в составе, это сразу дает понимание, что ждать от этого средства. В общем-то, вот это вот увлажняющее, полтора процента гиалуроновой кислоты, это на самом деле немало, и вторая сыворотка, это разглаживающая сыворотка, корректор морщин, здесь 0,1% ретинола, маловато, конечно, ретинола здесь, я бы, наверное, советовала начинать с 0,5%, это та доза, которая тоже совершенно небольшая, но при этом вы увидите результат, даже если у вас чувствительная кожа, это для вас будет такое мягкое внедрение, мягкое начало вашего пути с ретинолом, 0,1% все-таки маловато, как мне кажется, и еще вот из ухода у них два средства вышло, из линейки Pollution Protect Plus, здесь антиоксидантная очищающая маска для лица с глиной, заряд сияния, 15-минутная маска, и также, что более интересно для меня, это вот такой вот лосьон у них вышел, SPF 50+, с антиоксидантами и матовый финиш у него, поэтому, если вы используете SPF на постоянной основе, как это делаю я, вот SPF 50 у вас точно никогда не заваляется. И последнее, что было в этой пиар-рассылке, это вот такая вот маска от прыщиков для проблемной кожи, называется она Blemish Clearing Jelly Mask, я ее не пробовала, но это, судя по всему, пенящаяся маска, потому что они описывают эффект пузырьков, который наступает сразу после ее нанесения, я обожаю пузырчатые вот такие вот маски, они очень прикольные, но у меня не проблемная кожа, поэтому я, скорее всего, это передам тому, кто сможет этим воспользоваться, оценить результат, но в то же время заявлено, что маска увлажняет, успокаивает кожу, а также избавляет от черных точек и каких-то проблемных участков на лице, и также они обещают, что про жирный блеск можно забыть. На этом у меня все, я очень надеюсь, что это видео вам понравилось, если так и было, поставьте ему обязательно палец вверх, подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны, это можно сделать, нажав на круглую иконку вот здесь вот, и если вам еще вдруг нечем заняться, вы можете посмотреть одно из видео, которое сейчас предлагает вам YouTube, а если вы их уже смотрели, то мы с вами встретимся в моем следующем видео через несколько дней.